Удивительные способности обезьян. Они умеют многое, больше чем вы думаете. Что же, спросите вы? Коэффициент интеллекта самой умной обезьяны равен человеческой норме от 75 до 95. А чего добился ты? Разговариваешь? Шутишь? Решаешь математические задачи? Поднимать слова? Обманывать? Грустить? Ругаться? Любить и жарить рыбу? Это умеют и обезьяны. Кстати, 14 декабря день обезьян. Праздник неофициальный пока что, но зато вполне международный. Начинался он как студенческая шутка в 2000 году. А теперь празднуется по всему миру зоопарками, обществами любителей животных и просто всеми, кто в теме. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале Вселенная Битвулл Вор. Вот взять бы хотя бы макак Резус. Ученые выяснили, что они способны решать примеры. Правда, очень простые, вроде 1 плюс 1. Но самыми умными являются человекоподобные обезьяны. Прежде всего, гориллы и шимпанзе. Это наши ближайшие родственники среди животных. И не только умные, а умники и умницы. Можно сказать, что они вундеркинды в мире обезьян. Они способны не только понимать человеческую речь, при соответствующем обучении, конечно, но и говорить сами. В кавычках, конечно, потому что обезьяны не могут говорить. Как мы. Язык их не так подвешен, в прямом смысле этого слова. Речевой аппарат наших сородичей устроен иначе. И хотя в прессе периодически мелькают сообщения о говорящих обезьянах, человеческой речи они действительно могут подражать. Полноценных слов они не произносят. Хотя все прекрасно понимают. Зато могут воспроизвести речь при помощи жестов глухонемых. Или путем лексиграммы, специально разработанных знаков системы слов. Среднестатистический шимпанзе способен запомнить около 500 слов. Гений, а они есть среди обезьян. До 2000 слов. Ты грязный, плохой туалет. Так заявила однажды горилла по имени Ко-Ко. Объект исследования ученых Стэнсфордского университета Соединенных Штатов Америки. Всенародная любимица и звезда ютуба. Причиной гнева Ко-Ко стал ее партнер. Горилла по имени Майкл. Оторвавший ногу у ее любимой тряпичной куклы. Оскорбления в адрес Майкла содержали 4 слова. Ко-Ко произнесла их на языке глухонемых. Обычно гориллы и шимпанзе оперируют очень простыми предложениями. Состоящим из одного-двух слов. Дай или дай банан. Или дай зеленый банан, если хочется, к примеру, огурет. Кстати, это означает, что обезьяны способны сравнивать и рассуждать логически. Но Ко-Ко гений. Была гением. К сожалению, она умерла в 2018 году, прожив аж 46 лет. Что довольно много. Еще она любила юмор. Однажды назвала себя хорошей птичкой, заявив, что умеет летать. Потом, правда, сказала, что пошутила. Лоско, зато выше пояса. Ко-Ко умела мыслить абстрактно. Знала, что такое скука и воображение. Увидев однажды лошадь с уделами во рту, она заявила. Лошадь печальна. Показав на зубы. Когда Ко-Ко было плохо, она могла выразить по шкале силу своего плохо. А когда ей показали фотографию обезьяны, которую ввели в ванну, она сказала, я там плакать. Все дело в том, что Ко-Ко не любила мыться. Как и многие дети. Несмотря на солидный возраст, ее можно было назвать ребенком 3-5 лет. В среднем же обезьяны достигают уровня развития двух-трехлетнего человеческого ребенка. Эйнштейн, Пушкин и Бонобо Канзи. Так зовут другого обезьяного гения. Карликового шимпанзе Бонобо. Канзи общается при помощи лексиграммы. А после просмотра видео с горелой Ко-Ко, почерпнул кое-что из американского языка жестов. Как и многие умные обезьяны, он пытается воспроизвести нашу артикуляцию, чтобы заговорить. В буквальном смысле человеческим голосом. Увы, ему мешает обезьяне строение гортани и связок. Он и попугай, поэтому Канзи не заговорит. А вот его потомки, если их конечно обучать, очень даже могут. Через каких-нибудь миллионы лет. Речь по мнению ученых вообще единственное, что отличает нас от них. Во всем остальном мы похожи больше, чем принято думать. Как говорится, можно и зайца в цирке научить курить. А обезьяну говорить, стирать, убирать, мыть посуду. Есть вилкой и ложкой, спать на кровати. Что еще? Да почти все, что умеем мы. И любят они то же самое. К примеру, вареную пищу. Это читают сырой. В одном из питомников Конго, ученые раздавали шимпанзе ломтики сырой и вареной картошки. Почти все выбрали вареную, а сырую сварили. Когда им выдали специальное устройство, чтобы сделать это без огня. И показали технологию процесса. Все это способны делать, пожалуй, любые гориллы и шимпанзе от обезьянного мира. Взять хотя бы, к примеру, Розу и Рафаэля. За которыми наблюдали в середине прошлого века в колтушском антропоиднике, что под Петербургом. Эти двое стали настоящей семьей. Роза, не хуже заправской хозяйки, открывала буфет ключом. Последняя, правда, она воровала из кромана сторожа. И добиралась до всяких вкусностей. Рафаэль строил пирамиды из кубиков, чтобы добраться до лежащих на верхней полке фруктов. Обедала эта парочка при помощи столовых приборов. И спала на обычных человеческих кроватях. Правда, иногда обезьяны клали на подушку не голову, а ноги. И, бросив вилку, принимались хватать еду руками. С непривычки, наверное. А еще эти две обезьяны любили друг друга. Как и их преемники. Шимпанзе Джина и Чарли. Современные обитатели антропоидника. Когда Чарли умер, Джине дали резинового чебурашку. Обезьяна не расставала с ним год. Таскала его повсюду собой. И подолгу грустила. И еще раз о любви. Обезьяны страшно ревнивы. Особенно обыкновенные шимпанзе. Не карликовые. В их стае царит четкая иерархия. Поэтому у каждого здесь свое место. Но если уж обезьяна привязалась к вам, то это навсегда. А если обезьяну не научили любить и заботиться, она и не будет. Детеныши, которые рано лишились родителей, обычно сами бросают своих детей. Все как у людей. Не правда ли? Девочки обезьяны играют с куклами. Даже в живой природе. Где они находят для этих целей палки и деревяшки. И могут изготовить их сами. Из подручных средств. Листьев, травы, коры. А мальчики этих кукол потрошат. Вспомните, что я рассказывал вам о Майкле и Коко. Кстати, об изготовлении. Обезьяны способны делать орудия труда. Как, впрочем, и некоторые другие животные. Например, новокалейдонские вороны. Очень простые, но все же. А ведь именно труд, как помним, сделал из счастливой обезьяны несчастного человека. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений. Проект Популярная география. На канале Вселенная Бьетти Холл Ворд. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok